Здравствуйте! С вами Марина Романюк. О том, что сегодня происходило в городе, узнаем прямо сейчас. На открытие нового здания управления Росгвардии Рязанской области приехал генерал Виктор Золотов. Осмотрели здание, наградили сотрудников, расскажет Максим Васильев. В Рязани задержали основательницу секты. Кем она оказалась и чем привлекала адептов, разбирался Валерий Седов. Комплексный подход к благоустройству спальных районов в работе. Губернатор на днях встретился с представителями ТОС. О чем разговаривали, перескажет Олеся Котровская. С момента образования Росгвардии обеспечен капитальный ремонт порядка полутора тысяч объектов различного назначения. Построено 36 имущественных комплексов. В Рязани продолжается модернизация пункта дислокации ОМОНа. А в августе в регионе будет открыт центр специальных подразделений. Об этом сегодня заявил главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов на открытии нового здания управления Росгвардии и Центра лицензионно-разрешительной работы. После осмотра помещения генерал армии наградил особо отличившихся сотрудников. Максим Васильев продолжит. Товарищ главнокомандующий, откажите, начальник управления Национальной гвардии. Товарищ главнокомандующий, в новом здании управления Росгвардии в Рязанской области для нужд центра выделено три этажа, что позволяет в полном объеме обеспечивать поставленные перед центром задачи показания государственных граждан юридическим лицам. Взгляды высоких гостей не случайно скользят по потолку. На нем охотничьи постарали, самые известные из которых охотники на привале художника Перова, так сказать, для вдохновения клиентов. На территории Рязанского субъекта более 34 тысяч граждан являются владельцами гражданского огнестрельного оружия. Практически, я думаю, процентов 90 из них – это охотники. Соответственно, это наши основные клиенты, клиентская база, так это назовем. Шесть окошек по принципу одного, более 25 видов госуслуг. Есть даже кулеры с водой для посетителей. Центр лицензионно-разрешительной работы Рязанского управления Росгвардии стартует прямо сейчас. Один из кабинетов для оценки оружейных стволов. Своеобразная гастроскопия только для винтовок и пистолетов. По сути, можно его сюда вставить. Он мне так вот вставил. Вот, видите, там, даже стружка вон или грязь на липу. Электронная запись выдает талон под номером один. Как и полагается, его получает первое лицо ведомства – Виктор Золотов. И оставляет на нем артефактный автограф. Внешне непроницаемого генерала увиденное впечатляет. Чуть позже на награждение он называет здание Рязанского управления Росгвардии лучшим в стране. Работу по развитию инфраструктуры в регионе он называет поступательной. Большое внимание в райцах является вопросом благоустройства мест, приема населения в целях повышения качества, оказание услуг, стель, оборудование души. К примеру, только за последние два года обновлено более 150 данных и помещений с подразделением инфраструктурно-решительной работы, развалились садами и кустовой работы в формате одного окна. Благодарность уроженцу Сасова Виктору Золотову от Николая Любимова выходит поземлячески теплой, забережной отношения к городу и малой родине. В новеньком музее управления Росгвардии пока что всего три экспоната. Какая-то старинная дверь, большой ключ и с сегодняшнего дня тот самый талон номер один из Центра лицензионно-разрешительной работы с личным автографом Виктора Золотова. Пожалуй, сегодня главная ведомственная реликвия. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 7 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с активистами ТОС поселка Шереметьево-Песочня и ТОС «Дубовая роща», где обсудил вопросы дальнейшего благоустройства территорий. Губернатор ознакомился с благоустройством сквера «Вишневый сад». Работы здесь начались еще с 2017 года в рамках областной программы поддержки местных инициатив. В сквере высадили именные вишневые деревья, обустроили пешеходные дорожки и площадки для футбола и стритбола. Здесь появились уличные тренажеры, детский игровой комплекс. В сквере «Дубовая роща» в прошлом году установили бюст героя России Роману Соколову, выпускнику Рязанского десантного училища, погибшему во время операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья в Чечне. ТОСы, они есть побольше, есть поменьше, но то, чем они занимаются, люди в ТОСах, это в первую очередь важно для всех, кто проживает на этой территории. Пусть там небольшой проект, пусть там проект средний, пусть большой. Любые проекты важны, потому что это все делается, во-первых, активностью своих собственных жителей в этих ТОСах, во-вторых, они принимают участие и во всех стадиях обсуждения, они голосуют за эти проекты. Вот в недавнем, совсем прошлом на госуслугах, они победили, вот и «Дубовая роща», и «Вишневый сад» будут реализовать проект и в этом году тоже продолжать. Губернатор обсудил с активистами ТОС проблемные вопросы, выслушал просьбы и предложения. Речь в частности шла о дальнейшем благоустройстве территорий, ремонте дорог, тротуаров, устройстве уличного освещения, камер наружного видеонаблюдения, сохранности и приведения в порядок зеленых зон. Сегодня звучали вопросы, которые можно, я считаю, в самое ближайшее время решить. Где-то бордюры просто высыпают, где-то дорожки надо просто отсыпать или уложить нормальные плитки. Причем это не какие-то огромные объемы, это небольшие совсем средства, и все это быстро сделать можно. Потом, конечно, вопросы здесь дальнейшего благоустройства, продолжения аллеи, вот «Дубовая роща», туда, к «Вишневому саду». Вопросы, которые касались Срежной горы, то есть там достаточно много автомобилей, русский проезд, нет тротуара. Это тоже нужно сейчас осмельчивать, нужно проектировать и делать, потому что это действительно важные вопросы, их сами люди задают. Планируется, что дальнейшее благоустройство будет осуществляться в рамках общего проекта «Зеленая зона», «Дубовая роща», «Вишневый сад» по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Олеся Катрувская, телекомпания «Город». Безопасность детей превыше всего. Об этом напоминают инспекторы ГИБДД. Особенно актуально это в начале лета, когда детей чаще и в машинах перевозят, и в автобусах, в оздоровительные лагеря. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды. Аптечку мне, пожалуйста. Пока что в автобусе только сотрудник ГИБДД и водитель, но уже через некоторое время он повезет детей в летние лагеря, поэтому инспектор и проводит полный осмотр автобуса. На месте ли аптечка, как работают звуковые сигналы, пристегиваются ли ремни, для безопасности нужно учитывать все. Сотрудники госавтоинспекции проводят корректировку документации, а также проводят дополнительные профилактические беседы с водительским составом, в ходе которых обращают особое внимание на неукоснительное соблюдение требований правил дорожного движения. Осмотр рейсовых автобусов – это только пол-дела. По статистике госавтоинспекции, летом детей в машинах перевозят чаще, чем в другие сезоны. Правда, порой водители игнорируют требования правил дорожного движения, и для их перевозки не пользуются детскими креслами. Не пугает родителей и сумма штрафа. Согласно кодексу об административных правонарушениях, это 3000 рублей. Для выявления водителей, которые не используют детские удерживающие устройства перед перевозкой детей в личном транспорте, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейдовые мероприятия. В эти дни особо усилен контроль за водителями, которые осуществляют перевозку детей с нарушением требований правил дорожного движения. Сегодня сотрудники ГИБДД не только проверяют автомобили, но и раздают памятки и наклейки. Ведь лучше нарушения предупредить, чем работать с их последствиями. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязани появилась секта. Точнее, ее деятельность прекратили. Так, местную жительницу обвинили в создании религиозного объединения. Валерий Седов расскажет подробнее. Лицо женщины на фотографии скрыто не просто так. Она главная фигурантка уголовного дела. Не обвиняют они в грабеже или сбытии наркотиков, а ни много ни мало в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с психологическим насилием над гражданами. Это, говорят специалисты, второе обвинение по данной статье за всю историю современной России. По данным следствия, обвиняемая создала религиозную группу, арендовала нежилое помещение в областном центре, где в период с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения, сопряженные с психологическим насилием над гражданами. В ходе указанных мероприятий обвиняемая, помимо воли адептов, применяла технологии психологического воздействия, поддерживающие аддиктивное поведение и способствующие развитию психических расстройств. Богослужение 49-летняя Рязанка проводила не только очно, но и по телефону. По данным следствиям, оно тоже было сопряжено с психологическим насилием. Следователи уже провели обыски как и в помещении секты, так и по месту жительства самой женщины. Они изъяли всю религиозную литературу и электронные носители информации. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 4 лет. Первое обвинение по этой статье касалось оккультной тоталитарной религиозной секты Ашрам Шамбала. В 2013 году руководителя Константина Руднева приговорили к 11 годам заключению с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Правда, он собрал сразу несколько статей. Изнасилование, насильственные действия сексуального характера, приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Рязанки же выдвинули обвинение только по части первой статьи 239 Уголовного кодекса Российской Федерации. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Солодче есть родник, известный многим рязанцам. Он носит имя Троица. Об источнике нам рассказал смотритель, наблюдающий здесь необычное вот уже много лет. Очереди к роднику можно увидеть в любое время года и в любую погоду. Красивый пейзаж, огромные сосны, спокойные течения реки, вид на бескрайние луга и даже на Пощуповский монастырь. Здесь просто приятно находиться. Родник давно зарекомендовал себя. Многие специально приезжают из областного центра именно за этой водой. Знаете, я уже, наверное, лет 7 сюда ездил. Не только я один езжу, друзья все мои ездят. Очень замечательная вода, прям вообще замечательная. Вообще пользуемся этой водичкой, потому что она святая, очень чистая, очень вкусная. Давно, не один год, лет 5, наверное, уже. Ступеньки, удобный подход к воде, скамейки. Так здесь было не всегда. Благоустройством и бережной заботой за источником много лет занимается Георгий Смотритель. Некогда он был профессиональным спортсменом и занимался единоборствами. Тренировал ребят, в том числе. Тренировки проходили и в Солодче, в районе Лысой горы. Тогда, в начале 2000-х, Юрий Левин, такое имя носил Георгий в миру, вместе со своими воспитанниками обнаружил этот родник. Не просто так нашими руками это было все сделано. И не только нашими. И до нас кто-то пытался. И вот теперь тоже помогают. Постепенные шаги к тому, чтобы облагородить место и сделать удобным для людей, привели к тому, что вместе со спортсменами-воспитанниками Георгий выложил бордюры и решил установить памятный камень, чтобы ознаменовать так понравившееся место. Камень нашелся неподалеку, неподъемный. Но спортсмены собрались силами и покатили к источнику. Закончили уже далеко за полночь. Устали, присели отдохнуть. И в этот миг раздался колокольный перезвон. Настолько нас это заворожило. Мы слушаем и думаем, ну вот же какая красота. Такое многозвучие. А так как здесь мы были завсегдатые, я ребятам даже такую мысль выдал. Наверное, в монастыре появился молодой новый звонарь. И вот он какие-то перезвоны разучивает. Потому что что-то такая красота. Никогда не слышал. Лишь потом мужчинам пришло в голову, что звон колоколов ночью – это как минимум странно. А после пришло осознание, что здесь, возле родника, они втроем встретили праздник Святой Троицы. Высеченная на камне надпись сохранила дату – День Троицы, 15 июня 2003 года. Позднее Георгий узнал, что 15 июня – еще и день рождения святого Александра Свирского. А вокруг родника он стал замечать очень интересные явления. Видят необычное рядом с источником и другие люди. А здесь очень многое люди обнаружили. Три, 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 три. Даже тропинки сюда идут. Три. Со стороны монастыря, со стороны Лысой горы. И вот сверху вот здесь спуск. И как стрелка прямо указывает именно на это место. Да и сам источник состоит из трех родничков, которые бьют здесь, проходя очищение песками. И дарят живительную влагу людям, приходящим сюда. Чудеса или воля Божья, как говорит о необыкновенных и интересных совпадениях Георгий, ясно одно. Когда человек начинает заботиться о природе и любить ее, природа отвечает тем же. Это ли не божественная основа жизни? Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами ненадолго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин